Привет, друзья! С вами Елена Клевцова, и из этого видео вы узнаете, как ладонью остановить машину. Чем отличаются арабские буквы CAF и HOF? Мы поговорим о дорожных знаках, об амулетах и о многом другом, но начнём мы с простого. Арабский алфавит славится своими парами очень похожих на наш взгляд, почти неотличимых для нас звуков. Ну, к примеру, у нас один звук С, а у них две буквы для этого звука Син и Сод. У нас один звук Д, а у них Дель и Дод. Или же, к примеру, в русском языке всего лишь один звук К. В арабском языке два звука К и, соответственно, две буквы. КОФ и КЕФ. Буква КОФ даёт нам глубокий, немножко квукчущий, откуда-то из глубины, звук ХО. ХО, ХО. Буква КЕФ даёт нам фактически русский К, ничем не отличающийся от нашего. Соответственно, мы имеем ХО и КЕФ. ХО, КЕФ. Давайте приведём примеры. Начнём с простого русского, как я говорю, КЕФ. И запишем на него пример. Вторая буква – это буква ФА. Огласовки ФАТХА и ШАДДА. Прочтите. КЕФ. КЕФ. КЕФ – это не название буквы. Кстати, если бы мы убрали ШАДДА, то у нас было бы название буквы. Итак, КЕФ – это ладонь. Ладонь. КЕФ. А вот очень похожее слово, только с буквой ХОФ. Тоже ХОФ и тоже ФА. Только огласовочки другие. КЕСРА и СУКУН. КЕФ. 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 Переводится как «Остановись». Стой. КЕФ. Стой. Вы, наверное, все знаете дорожный знак «СТОП». И если мы привыкли видеть «СТОП», написанный по-русски или по-английски, то в арабском мире на этом знаке пишут «ХОФ». «ХОФ». «СТОП», «СТОЙ», «Остановись». Однако, в частности, у нас в Египте до недавнего времени для сдачи на водительские права алфавит и вообще чтение письмо было знать необязательно. Поэтому местные жители вполне могли сидеть за баранкой своего автомобиля без всякого понятия о том, что написано на знаках. И тогда изобретательная и творческая египетская дорожная полиция придумала особые знаки. Знаки для слепок глухонемых. Знаки, на которых вместо надписей были картиночки. И в частности, на знаке «СТОП» красовалась ладонь. Остановись! Однако, несколько лет назад ситуация на дорогах все-таки стала улучшаться. И сейчас, чтобы сесть за баранку автомобиля, человеку необходимо предъявить в дорожную полицию документ о своем хоть каком-то начальном образовании. Поэтому ладошки со знаком «Остановись» стали исчезать и заменяться на знак «КЫФ». А вот интересно, какова же начальная форма глагола «СТОЯТЬ»? СТОЯТЬ. А вот какова? УАКАФА. 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 СТОЯТЬ. Или точнее «СТОЯЛ». УАКАФА. И давайте скажем в повелительном наклонении. КОФ. Стой. Повелительное наклонение. Обращение к мужчине. То есть это мужской род. К женщине. КОФИ. Остановись, о женщина. КОФИ. Обращение к женскому роду. И, наконец, множественное число. ХОФУ. ХОФУ. Остановитесь все. Обращение к множественному числу. ХОФ. ХОФИ. И поскольку на дорожном знаке обращение идет исключительно к мужчинам, то мы можем сделать вывод, кто что к женщинам дорожный знак «Остановись» не относится. А вам, друзья, какой из двух знаков больше понравился? Тот, на котором написано ХОФ, или тот, на котором нарисована ладошка? Пишите в комментариях. Лично мне больше нравится ладошка, потому что она одновременно напоминает арабский талисман. Талисман-оберег под названием ХАМСА. ХАМСА. ХАМСА – это пять. То есть буквально пятерня. Еще ее называют «Ладонь Фатимы». И с этим связана древняя история. Однако о талисманах, оберегах, амулетах мы с вами, возможно, поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодня я призываю вас не останавливаться в изучении арабского языка. И с нетерпением жду вас на своих онлайн-курсах. До скорой встречи. Маас-саляма. 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 У challenging. И снижение. Умагал. Умага.